Мы перерабатываем в сутки 1500 тонн молока и общее количество сотрудников у нас уже более 1700 человек. Основные объемы произведенной продукции, конечно, это направление сычевных сыров, твердых сычевных сыров. Мы горды тем, что мы сырьем не торгуем, мы торгуем только готовым продуктом. Вы видите, что в нашем экспорте сыр составляет 73%, то есть это львиная доля в стоимостном выражении. Мы работаем не против друг друга, работаем вместе. Мы качество молока начинаем формировать не здесь, а не там на ферме. Ну это правильно. Сырьевой отдел находится там, ветеринарные специалисты, которые входят в состав штата завода, находятся там. У нас существует перебор, который определяет сразу физико-химические показатели молока. Нажатием одной кнопки в течение двух минут. Идет процесс исследования готовой продукции. Мы смотрим, начиная с технологического процесса. Данный прибор – это определение пастеризации молока. Здесь исходность, а здесь мы смотрим паш готового продукта. Мы хотим вам показать, Александр Юрьевич, наше производство не просто потому, что у нас такой же молочный, а каждый гордится своим. Здесь очень автоматизированный процесс. Здесь процесс до рождения, если бы мы с вами посмотрели. А здесь отличный сыр из счастливого молока, так мы его набираем. Но ты же его завернул, а все. Да. Этот сыр уже в пакете. Дальше он пойдет на упаковку, нарезку на посудку. Очень трудно, опять-таки, мы используем пространство. Каждая варка – это каждая стоточка. Все денсифицировано, все очень четко. И потом созревание сыра – это переворачивание сыра в течение недели хотя бы один раз. А это лучный труд на всех заводах. То есть вынимаешь и переворачиваешь. Сыр раньше полки, на полку люди руками, с полки руками перевернуть, и он снова должен полежать и созревать. Сыр переворачивается переворачивателем целыми стопками. И вот этот переворачиватель в течение недели переворачивает все это складское помещение. Вот таких хранилища у нас три на 2000 консервах. Это готовый сыр, вот тот сыр, да? Да. Это то, что мы видели там. Это сыр выкаривается вот на этом. А сколько он созревал? Тридцать. Тридцать? Тридцать? Тридцать. Вот это наши сырые. Попробуйте, пожалуйста, сыр с грибами трюфель. Здесь используется настоящий гриб и трюфель без наполнителей и ароматизаторов. Это наша новинка, инновация. В Республике Беларусь больше таких сыров никто не делает. Очень хороший, молодец. Сыр это самый полезный продукт, наверное, молочной промышленности. Много белка, много жира. Соответственно, правильное распределение белка и жира. Плюс есть серотонин, который придает счастье. Хорошо. Буду есть теперь сыр. Счастье всем надо. Да. Спасибо.